Интерес к сплетням про знаменитых, успешных и влиятельных людей ни капли не удивителен. Люди испокон веку любят перетирать друг другу косточки, любят чувствовать, что знают о своем кумире все и даже чуточку больше, чем положено. Но те слухи, которые появляются в официальных таблоидах, часто скучны и до боли очевидны. Людям уже давно хочется большего. Интересующиеся начали собирать информацию с первых рук, от тех, кто непосредственно находится в индустрии и тесно связан со знаменитостями. Популярность таких слухов достигла невероятного масштаба. И тогда появились они, инсайдеры. А сообщение от этих инсайдеров принято называть blind item. Дословно слепой предмет, но более понятно будет перевести это как сплетня, в которой не раскрывается личность человека. То есть смысл в том, что поклонники сами должны отгадать, о ком идет речь по определенному описанию. Делается это для того, чтобы избежать судебных исков. Грубо говоря, можно написать. Эта знаменитость, когда-то снимавшаяся на Диснея и имевшая отношение с Джастином Вибером, употребляет вещества. Официально нельзя сказать, что с сайта клеветался Лену Гомес. Они же не сказали, кто конкретно. Но суть остается ясной. В 2006 году появился самый популярный на данный момент сайт сплетен от инсайдеров. Название нетривиальное. Crazy Daisy Nights. Сумасшедшие дни и ночи. Сокращенно я буду называть этот ресурс сдан. Если вы о нем никогда не слышали, поверьте, это стоит вашего внимания. Сегодня я буду разбирать на достоверность некоторые из самых ярких. Я бы даже назвала это феерически яркие сплетни. Касающиеся ориентации, секретов, скелетов, шкафов определенных знаменитостей. С 2006 года люди приходят на сдан за сплетнями, которые варьируются от правдивых, например, разводка Эли Клока, до откровенно нелепых, таких как Бейонсе инсценировала свою беременность. И даже фантастических. У Анны Винтур и Бабы Марли родился тайный ребенок. Сайт имеет заслуженную репутацию как правдивого, так и бесконечно развлекательного ресурса. Голливудская элита занимается грязным сексом, не сталкивается с последствиями за плохие действия, Использовать свою славу и деньги, чтобы заставить замолчать тех, кто может раскрыть их поступки, это практически общепринятое мнение. Фанаты сплетен разделяют основное убеждение. За закрытыми дверями знаменитостей совершают невероятные вещи. Невозможно точно сказать, как именно передаются эти сплетни и через кого они проходят. Но многие новости действительно были опубликованы ранее, чем стали подтверждены официально. Например, про каминг-аут Люка Эванса там говорили задолго до того, как он реально его сделал. А про развод Джад и Уилла я узнала именно там, о чем сообщила заранее, и буквально через неделю это подтвердилось. Человек под анонимным именем Энт Лауэр публикует все сплетни. Он основал СДАН, и он утверждает, что работает юристом в сфере развлечений в Голливуде. У этого человека никогда не было признания среди коллег, как у другого блогера-сплетника Пэриса Хилтона. Но у Лавьера есть преданный культ среди поклонников сплетен. Подростки нашли СДАН через ТикТок, где некоторые сплетни стали вирусными. Сплетни о знаменитостях требуют, чтобы их читатели полагались на свой разум в вопросах того, доверять информации или нет, или верить только тому, что напечатано в Асвикли. Всего неделю назад, впервые с 2006 года, личность Энти была официально раскрыта в судебных документах Флориды. По данным Daily Beast, настоящее имя Энти – Джон Роберт Нельсон. Адвокат из Галифорнии, баллотирующийся в Конгресс в 2018 году. Привет, ребята! Вы вообще просили, чтобы я не забрасывала рубрику «Голубой Голливуд», которая посвящена разбору, разоблачению закрытых геев. Эта рубрика будет похожа на «Голубой Голливуд», то есть тоже разоблачение, разборы, но не только связанные с геями, а вообще со всеми блайндами, которые, соответственно, я читала и видела, и публиковала в Теграм-канале. Первый, у кого я выбрала – это Зак Эфрон. Помимо того, что скрывающий ориентацию, то там есть еще какие-то проблемы, связанные, наверное, с употреблением веществ, о чем я предполагаю. Потом, значит, у нас Гарри Стайлз и Себастьян Стэн. Все такие «Вот, Себастьян Стэн, не смей!» Но я не смею, я только лишь одной ноточкой вот так, вот так чуть-чуть, чуть-чуть туда. Посмотрим, что удалось найти по поводу этих двоих. Там была просто плетность, что они как-то вместе. Потом, значит, что лучше очень давно хотела рассказать, уже прям не могу, это Джордж Клуни и Ранды Гербер. Его любовник, ну да, они старые, но все равно. Когда-то они были молоды, к тому же, ну, я люблю геев в возрасте, это тоже сексуально. И еще одна героиня нашего сегодняшнего выпуска, чтобы не было уж слишком по-гейски, Сидни Суини, про которую хочу рассказать. Она связана с тем, почему Сидни Суини постоянно обманывает, почему она постоянно лжет. Там есть блайнды, связанные с тем, что она выдумала всю свою биографию. Сегодня попробуем разобраться, так ли это на самом деле, или лгут уже эти блайнды. Вы на канале Дарки, меня зовут Дарки, и мы начинаем. Я в Телеграм-канале недавно запустила рубрику «Русский чай», уже сто раз об этом говорила, но вот мы нашли исследование про Александра Швепса, по поводу его лжи, по поводу его, как бы, парня тоже там нашли, и что он, значит, обманул людей на деньги в Самаре, оказывается, кинул на деньги, собрал какое-то типа фейковое шоу, типа «Дом-2», и не стал его организовывать. Ну, в общем-то, почитайте у меня в Телеграме. Итак, начнем мы с Зака Эфрона. Что у нас с Зак? Так, давайте сначала зачитываем сплетню, которая там есть, этот блайнд, и дальше мы его будем разбирать. Какой закрытый актер, а закрытый означает скрывающую ориентацию? Так устал от того, что все время ходит с бородой, что нанимает ее только для того, чтобы входить и выходить с ним для снимков папарацци. Мне интересно, как долго будет продолжаться этот фарс. Вероятно, недолго. Ну и, значит, соответственно, речь о Заке Эфроне. Борода — это, ну, вы знаете уже, да, что такое, кто. Девушка, которая помогает скрыть сексуальную ориентацию. Слухи о том, что Зак Эфрон по мальчикам ходит уже очень давно. Но сначала это было, наверное, из-за какой-то миловидной внешности, а потом просто потому, что, ну, у него не было каких-то таких отношений. Прямо серьезно сженить бы, прям, чтобы вот у него нет детей и так далее. Все какие-то тоже такие моменты, которые сигнализируют об этом. Ну, я все-таки принесла вам более такие жирные доказательства. Во-первых, Зак Эфрон спит со своим продюсером. Его зовут Майкл Синкем. Вот так он выглядит. Как это все выяснилось? Ну, в общем-то, грязным способом. Но в 2013 году фанаты пробрались в дом Зака, вот видео сейчас поставлю, и разрыли мусорку возле его дома. И нашли, значит, там чек на покупку презервативов. И чек был оплачен карточкой Майкла Синкеном. То есть Майкл Синкен купил Зак Эфрон презерватив. Это точно был его дом. И возле его дома вот эту мусорку разрыли. Да, вы, конечно, можете сказать, что как бы, ну и что же он купил ему презерватив? Ну, и, соответственно, так как первый раз стало известно массам, что между ними есть какая-то такая сексуальная, скорее всего, связь. Синкен это продюсер, с которым Зак тесно сотрудничает с 2013 года. Он был исполнительным продюсером фильма «Этот неловкий момент», и с тех пор они с Заком буквально неразлучны. Сам он называет себя партнером Зака Эфрона и выступает его представителем в почти каждом его фильме с 2014 года. Очень похоже, кстати, на отношения Том Хиддлстена и его бойфрунда Люка Виндзора. Слухи об их отношениях, как я уже сказала, начались в 2013 году. Когда вот опустошили этот мусорный бак, и там, соответственно, был чек из аптеки с витаминами, презервативами и с маской. Причем покупателем был Майкл. Майкл в основном занимается пиаром Зака Эфрона и отвечает за его также фейковые отношения, что очень, кстати, частая история, когда менеджер является бойфрендом своего клиента, и они вместе придумают, как закрыть его ориентацию. Зак Эфрон был в фейковых отношениях с актрисой Ванессой Хаджинс, моей любимой, с моделями Сами Мира и Ванессой Валадарес, с которой они расстались весной 2021 года. Эти отношения вряд ли можно назвать успешными, поскольку они не привели к продвижению в карьере или крупным проектам. Вместо этого Симкин стал сам заниматься его проектами. Под его крылом Зак Эфрон снялся в «Дедушке легкого поведения», «Красивый, плохой, злой» и некоторые другие фильмы. Также он организовал ему целый документальный проект «Down to Earth with Zach Эфрон». Когда-то еще была такая интересная статья в журнале Hit, я недавно откопала обсуждение этой истории, и, значит, в этой статье говорилось, что о некой молодой звезде-подростке, впервые попавшей в Голливуд, которая разбила бы сердца женщин, если бы они узнали, что он предпочитает мужчин. А это было напечатано до того, как Роберт Паттинсон стал знаменитым, и это заставляет меня думать, что это мог быть Зак Эфрон. Сам Зак Эфрон на вопрос со своей ориентацией всегда говорил, что я просто не понимаю, что плохого в том, чтобы быть геем. То есть он никогда не говорил, что он гей, естественно, я себя отрицал, но никогда никакой гомофобии за ним не прослеживалось, в отличие от Ди Каприо, в отличие от Тома Круза и прочих вот этих вот дядек. Зак очень приятный, очень милый, и все фанаты, которые встречали его, я почитала англоязычный форум, отзываются о нем супер тепло, что он замечательный человек, ничего плохого нам сказать нельзя, тараканов у него нет, что касается его внешности, тоже интересный момент. Но я постараюсь максимально тактично об этом рассказывать, потому что я не пытаюсь насмехаться над этим, но знаете, вот что известно-то по поводу его видоизменений, что якобы он очень давно сломал челюсть, и, соответственно, после вот этого падения, когда он разбил себе лицо, он делал операцию, которая, ну вот, соответственно, привела к немного деформированному результату, то есть не совсем может быть то, что он ожидал и что мы ожидать могли бы. Но все-таки я посмотрела его фотографии за 13-й год, когда он якобы только сломал свою челюсть, и, ну, как-то он там так не выглядит, посмотрите, да, все-таки он выглядит еще получше, чем сейчас, и это связывает его внешний вид с употреблением наркотиков, веществ, от которых происходит отек, и, соответственно, некоторые какие-то филеры, возможно, также в лицо употребляются Заком. Я только говорю, какие есть вот блайнды об этом тоже, и что вообще про это говорят, про его, значит, лицо. Конечно, Зак Эфрин не ведущий актер Голливуда в данный момент, нельзя сказать, что он входит в алист, и многие тогда говорят, что, ну, пусть он дождет каминг-каут, как Колтон Хейнс, но нет, он тогда потеряет все свои оставшиеся роли, вообще у него просто их не будет, потому что он же не играет в геев. И знаете, что, когда, из такой темы я докопалась, когда я искала вот этот материал, мне кажется, что с провалами в карьере Зака Эфрина как-то может быть связан Харви Вайнштейн. Да, вы сейчас подумаете, ну, уже только девочек там нет. Оказывается, там у них другая связь. Начинающая актриса по имени Хейли Гриб заявила, что в 2012 году она была в отеле Беверли Хилтон на кастинге. Там ее заманил в комнату Харви Вайнштейн. Он заставил ее выпить алкогольный напиток, несмотря на то, что она была несовершеннолетней. Ей сказали, что продюсер предоставит ей лучшие возможности для карьерного роста. Она сказала, что после того, как она выпила вино, испытала кратковременную потерю сознания, а когда она пришла в себя, Вайнштейн попытался успокоить ее, сказав ей притвориться, что он кто-то вроде Зака Эфрона. Причем тут Зака Эфрон? Почему Харви Вайнштейн после изнасилования упомянул имя Зака Эфрона? А мы знаем, что те, кто является врагами Вайнштейна, теряют карьеру. Поклонники не слишком критично относятся к актерскому таланту Зака. Вместо этого они задаются вопросом, почему он не завоевал такую популярность, как другие актеры. Короче говоря, они начали размышлять, почему юный сердцед не сразу перешел из Диснея в нечто действительно большое, действительно крупные проекты. Конечно, определение того, что считать действительно крупным в Голливуде, различается. Но один фанат предполагает, что при правильных карьерных шагах Зак мог бы быть следующим Брэдом Питтом или Мэттом Дэймоном. Вместо этого его работа сошла на нет, как пишут на реддите. И когда я поняла, что Харви Вайнштейн как-то связан с Заком Эфроном, какая-то там была связь, раз он его упоминает, я стала дальше копать и искать блайнды на эту тему. И вот что я нашла. Во-первых, один комментарий хочу зачитать с форума. Это не блайнд, это просто комментарий. Вдруг вам будет интересно, вот что пишет один пользователь. Харви использовала актрисы другими способами. Не просто спал с ними. Вы хотите вырваться в Голливуд? Вам придется пройти через Харви. И не только с женщинами. Есть много актеров, которые были у Харви в заднице. Леонардо Ди Каприо, Райан Гослинг. Неужели вы думаете, что это совпадение, что Блэйк Лавли встречал с Гослингом, когда вышел Голубой Валентин, а затем встречал с Леонардо в следующем году? Нет. Зак Эфрон, Брэдли Купер, Сет Роган. Конечно, я не могу сказать, это правда или нет, но мысль такая интересная, на подумать, да? И сейчас зачитаю блайнд, который я нашла от инсайдеров по поводу Харви Вайнштейна и Зака Эфрона, как они смогут быть связаны. Около 15 лет назад эта актриса была в списке А+. В тот момент она дала отпор этому опальному продюсеру, и он отомстил, выложив ее обнаженные снимки, которые увидел весь мир. Можно подумать, что речь о Дженнифер Лоуренс, но речь об Анессе Хаджинс. Помните ее слитые фотографии очень давно? И оказывается, это дело рук Вайнштейна. Далее я нашла блайнд, который полностью объясняет, как Ванесса Хаджинс была связана с Харви Вайнштейном. Ну и, скорее всего, как и Зак Эфрон через Ванессу Хаджинс мог быть с этим связан. Помните, как каким-то образом просочились эти фотографии актрисы из списка Б, полностью обнаженной, и тогда ее карьера чуть не была уничтожена? Никогда не уточнялось, кому предназначались эти фотографии, когда они впервые были слиты в сеть. Но, во-первых, тогда она была несовершеннолетней, и фотографии были сделаны за два года до того, как она получила роль в том диснеевском фильме, который сделал ее звездой и запустил франшизу с бюджетом в миллион долларов. Фотографии были для пилотного сериала, который должен был продюсировать ныне опозоренный продюсер подросткового шоу. По крайней мере, так он ей сказал. Были гораздо более откровенные фотографии, которые она отправила продюсеру. А он отправил их тому теперь опальному режиссеру, которого вы все знаете, на случай, если режиссер захочет использовать ее в будущем для своего гарема звездочек. Перенесемся в 2006-й, начало 2007-го года, когда производство вот-вот должно было начаться. Наша актриса теперь звезда, и у нее успешные отношения с коллегой, приносящей еще больше денег. Ее агенту звонит режиссер, который хочет встретиться с актрисой для возможной роли в кино. Но партнер актрисы говорит ей не идти. Когда режиссер узнает об этом, он приходит в ярость и звонит продюсеру подросткового шоу, чтобы получить ее фотографии. Человеком, которого они наняли для утечки фотографий, был тогда еще новый блогер, распространяющий сплетни, который очень не решался принять их предложения, но он искал немного трафика на свой сайт. Тогда ему заплатили за слив фотографий, которые стали вирусными, и втянули актрису и блогера в вражду, которая длится годами. Теперь они в лучших отношениях, потому что он сказал ей, что было вынуждено опубликовать фотографии. Тем временем актрису вызывают на ковер режиссер телефильма и генеральный директор компании. Они обеспокоены тем, что это может испортить их новую франшизу, и угрожают заменить ее другим подросткам. Она приносит извинения, говорит, что ее компьютер взломали. Она останется во франшизе на следующие две части, но ее шанс на попадание в список А был упущен. Будет ли она обнародовать правду об этих фотографиях, еще неизвестно. Ну, в общем-то, как-то так все обстоит, и это, кажется, мне достаточно правдоподобной историей, и объясняющей, почему именно Зака Эфрон и Ванесса Хаджинс из такого культового классного мюзикла не смогли его достичь уровня А. Я же говорю, как Селена Гомес, как Зиндея, понимаете, да? Следующая более интересная для меня тема это Гарри Стайлз и Себастьян Стэн. Я сама была в шоке, когда увидела эту сплетню, и я подумала, боже, упаси, как они могут быть связаны, как вообще, где, какие могут быть пересечения, и на самом деле тут не совсем все так, и я подвергаю эту сплетню сомнению, но сейчас объясню вам, как все может обстоять. Наш актер иностранного происхождения. У него есть супергеройская франшиза. Хорошей новостью для него является то, что это кинофраншиза, поэтому ему не нужно сниматься в телевизионных ролях, где все, что вы делаете, это играть одного персонажа буквально 12 месяцев в году без перерывов. Единственное, что он всегда делает, это находит девушку на каждом шоу, в котором он участвует. Девушку в смысле, эй, я не хочу заниматься с тобой сексом, но поскольку у тебя нет парня, давай встречаться как друзья. У него были отношения с бывшим участником бойсбенда. Однако бывший участник бойсбенда предпочитает скрываться, главным образом потому, что он до сих пор не решил, предпочитает ли он мужчин или женщин. Он довольно долго руководил нашим актером, заставляя его думать, что он собирается открыто признаться как гей, но продолжал общаться с женщинами. Наш актер действительно подумывал о самоубийстве. Вот насколько он был опустошен расставанием. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он с рекордной скоростью погрузился в кино, в том числе в свою франшизу, и, наконец, в своем последнем фильме он нашел не только нового парня, в которого он по уши влюблен, но и партнершу по фильму, которая очень хочет, чтобы их видели вместе. Эта сплетня датирована где-то 18-19 годом, то есть это не новая сплетня, и подписана она как, что у меня супергерой, которому дозрочит Себастьян Стэн, а бывший бойсбендер, участник бойсбенда, это Гарри Стас. То есть весна, они были в отношениях, тяжело как-то расстались, что Себастьян Стэн пытался закончить жизнь самоубийством. Я знаю, что вы думаете, не надо вот это вот. Вот я знаю и согласна, что это звучит как... Ну, я же не знаю же, не писала же эту сплетню сама. Давайте посмотрим, что еще есть. Ну, соответственно, я стала копать эту тему, как они связаны, чтобы понять вообще, в теории такое возможно или нет. Но я не нашла ничего о них, именно их пересечении. Единственное, что я нашла, это видео, где Себастьяна Стэна спрашивают, какую музыку он слушает, и он что-то там сказал, что вот сегодня на пробежке я включил музыку Гарри Стайлса. Вот, собственно, все их пересечения, значит, очень уж как-то романтично. Эта сплетня была, кстати, удалена с Crazy Days and Nights. Разоблачение этой сплетни я нашла на двух других сайтах, и там везде написано было, что это Гарри Стайлса, Себастьян Стэн. Я даже несколько раз переспросила, даже в комментариях оставила комментарий. Ребята, почему вы думаете, что это Себастьян Стэн, Гарри Стас? Он же никак не взаимодействует, но ответа я не получила. Значит, Гарри и Себастьян действительно, они могут в теории быть в одних кругах, я сейчас вам объясню, в каких кругах я имею в виду, но то, что вот они вместе были, я, к сожалению, не на шайке доказательств этой истории. Возможно, речь была не о них. Что касается мистера Гарри Стайлса, мы знаем, что он очень тесно, в такой жесткой, такой гей-тусовке, прям гейской, не такой, как тусовка Тимити Шаламы, там каких-то таких. Нет, Гарри предпочитает тусовку более взрослых мужчин, более взрослых, богатых, я бы сказала, очень богатых геев, например, дружок Ранда Гербера, так же, как и Джордж Клуни, Ранда Гербер, это очень влиятельный гей в индустрии, и, соответственно, Гарри, по большей части, тусит вот с такими вот богачами. Возможно, каким-то образом Ранда его протежирует, но, может быть, и нет, кто знает. Когда я впервые взял фотографии Гарри и Ранда Гербера, меня как-то это смутило, потому что мне показалось, что, как бы, Ранда Гербера 50 лет, Гарри, там, будет, ну, мне 20 на тот момент, и как-то какая-то такая странная связь, и все учесть, что, да, Ранда Гербер женат на Синди Кроуфорд, и, соответственно, якобы у них все там по-настоящему, но, конечно, это, ну, не так, наверное. Но, что еще другое интересное, я начала даже дальше КП, чтобы понять, какая связь между ними, что кто кого протежирует, и, оказывается, что Гарри еще с 2013 года с ними знакомый, постоянно с ними взаимодействует, даже какое-то вроде время жил у них, то есть там от Кроуфорд никто еще не скрывает, если это все-таки есть. Но, мне кажется, здесь другая история, потому что Гарри, он очень нуждается в семье. Гарри, он на самом деле очень семейный человек, ему, мне кажется, нужен какой-то такой теплый семейный уют, а поскольку он британец, и проживал он в Америке, и проживает сейчас, как я понимаю, ему не хватало какой-то семьи там, непосредственно какая-то, ну, люди, которые старше него, и которые приняли бы его в свой дом. Почему я это говорю? Потому что Гарри до этого уже жил с чужой семьей. Вот такой комментарий есть на форуме интересный. Ранды Гербер супер связан с тем типом знаменитостей, который, как мне кажется, помогает кому-то достичь определенного уровня возможностей. И, мне кажется, Гарри тоже супер заинтересован в том типе личности, который помогает кому-то достичь определенного уровня возможностей. Например, участница домохозяек Соня Моргана, соответственно, есть видео, где она говорит, что Гарри Стайл спал с Энди Коуэном. Играем давным-давно. Ну вот, я вам сейчас его вставлю. Посмотрите. Кто такой Энди Коуэн? Энди Коуэн это продюсер отчаянных домохозяйков. Такой дядька в годах. Тоже такой гей. Посмотрите, вайп Ранды Гербер одинаковый вайп. Теперь мы понимаем, что у нас любят Гарри. Что касается его нынешней, пассии девушки Тейлор Рассел. Ну, я, кстати, не думаю, что это пиар-роман. Ведь у нас Гарри Би он склонен... Скорее всего, Гарри и Тейлор встретились, тусуясь в одних и тех же кругах Лос-Анджелеса. Скорее всего, через певца Мустафу. Потому что Мустафа тусовался с Амаром Аполло, Тессой Томпсон и Сно Аллегрой. Это все люди, с которыми сейчас дружит Тейлор. И Гарри тоже некоторое время дружит с Тессой. Тейлор Рассел это канадская актриса, которая известна по картине «Волны» итальянского режиссера Лука Гуадонина целиком и полностью, где она снимала Стимити Шаламе и много чего еще другого. Ну, то есть она не какая-то там безызвестная, без имени, это неправда. И вот смотрите, Гарри, он вообще склонен никогда специально не подтверждать свои отношения. Его можно будет увидеть с девушками во всех романтических позах, но он никогда не называет их своими девушками в интервью или даже в Инстаграме он не пишет об этом. Плюс он никогда не дебютировал на красной дорожке с официальной девушкой. Гарри никогда ничего не делает даже со своей бывшей Оливией Уайлд, с которой он встречался два года. Причина, по которой он не заявляет публично, заключается в том, что он не хочет расстроить своих поклонниц. Он знает, что его фанаты думают, что он закрытый гей. И каждая девушка, с которой он встречается, фальшивка ради пиара. Он не хочет их разозлить и потерять. Поэтому он публично притворяется, что одинок, чтобы сделать фанатов счастливыми. Но я не думаю, на самом деле, что он сможет долго продолжать всю эту деятельность. Потому что после Оливии люди устали от его поведения. И то, как они расстались, открыло глаза многим людям. Никому не нравится, как он с ней обращался на венецианском фестивале. По поводу Тейлор Рассел. Она чрезвычайно закрытый человек, особенно когда находится в отношениях. Поэтому такие вещи, как появление со своим парнем на премьерах или совместные фотки в институте, это не ее жанр абсолютно. Она появлялась со своим бывшим Лукасом Хеджесом на нескольких мероприятиях, когда они встречались. Но с тех пор она никогда не делала ничего подобного. И, читая некоторые ее интервью, создается впечатление, что она никогда больше этого не сделает. Потому что она стала как будто даже более закрытой. И, видимо, вот Гарри, он поддерживает эту приватность. То есть она не борода для него, она для него не фальшивка. Если это контракт, то это контракт, скорее всего, основанный на взаимной симпатии. Что я думаю в этой ситуации? Я скажу свое мнение, оно только мое. Я подвергаю свое мнение существования мужской бисексуальности. Конечно, не с научной точки зрения, а чисто с какой-то моей интуитивной, что ли. Потому что, как мне кажется, мужчина гей, если он любит женщину, он любит женщину, знаете как? Он любит женщину за то, как она любит его. Он любит в ней, как бы вот, как она не восхищается. Потому что другой мужчина в гей-отношениях, он, наверное, не будет так восхищаться с самим партнером. Немножко другое будет у него восприятие. Они больше будут на равных, а тут, как бы, девушка, это что-то такое прекрасное для него, что-то такое светлое. И когда он видит этот всплеск восхищения в женских глазах, он будет с этой девушкой встречаться. Я думаю, это так. Так, еще такой, наверное, наиболее глупый вопрос, который сейчас я задаю в комментариях везде мне. Как ты говоришь, что он гей? У него двое детей. Он что, их насильно сделал? Про Брэдли Купера такой говорят. Что, его принуждали? Ну, кого принуждали? Ну, я знаю лично многие геи, которые спят с женщинами. Любят, даже можно это сказать. Любят этих женщин, но они все равно геи. Как вы это объясните? Знаете почему? Потому что гей, это не про, даже не столько про секс, это про желание любви. То есть, ты можешь себя воспринимать самим собой только в отношениях с мужчиной. Во всем остальном ты будешь искать выгоду. Ты будешь искать вот эти вот восхищенные на тебя взгляды. Ты будешь искать материнскую фигуру, сестринскую, какую угодно. Но именно самим собой, полноценной личностью, ты будешь себя ощущать только в отношениях с другим мужчиной. Ладно, с Гаречкой разобрались. Давайте мы и дальше. У нас же Себетиана Стэн, вы же его так любите, судя по всему. Это у вас второй Генри Кавилл. Ничего я плохого про него не буду говорить, обещаю. Просто я вообще... Кстати, я тоже думаю, он закрытый гей. Ну, то, что я нашла. Сейчас объясню. Точек пресечения у Себетиана Стэна и Гарри Стаса как таковых нет, и нигде они не были замечены вместе. Все, что есть в интернете, это фан-арты. Я не знаю, почему, кстати, так много фан-артов, именно их двоих. Почему кто-то придумал такую идею, что Гарри и Себетиан отличная пара? Что-то я так не думаю. Но про Себетиана тоже пишут, что он закрытый гей, что его девушки это бороды. Вот так, так, вот так. Почему, я не знаю. Ну, давайте я решила посмотреть так окружение. Где там он был, может быть, замечен. Ну, пока из закрытых геев он был замечен. Вот с Том Хидлосом они, значит, болтают. Видно, что друзья они какие-то очень хорошие. Потом на спектакле Джейка Джелленхо он присутствовал, тоже закрытого гея. То есть, каким-то образом он вхож в эту тусовку, но главное, что через кого он вхож, такой жирнющий тоже намек, он дружит с Ксавьей Деланом. Ксавьей Делан, это же самый известный гей-режиссер, я не знаю, очень-очень гейский гей. Лайкает фотографии Себетиана Стэна, можно увидеть, комментирует их, что обычно, как бы, мальчики геи более открыты в этом плане. Не поймите меня неправильно, я не пытаюсь сказать, что если кто-то дружит с геем, то обязательно тоже гей нет. Ну, просто есть такое поднятие, как определенные круги. Вот, ну, не может, например, человек, который никак не связан с Тусовской, в нее попасть. Вот, ну, никак не связан, прям вообще никак и ничего. Вдруг дружит с Ксавьей Деланом, который известен с супер-гей-фильмами, супер-гей-тусовкой всех, включая Тройя Сивана, со всеми он дружит. И вдруг он дружище Себастьяна Стэна. Ну, все-таки немножко такая тоже история интересная. Потом, а значит, что? На самом деле Себастьян играл геев, но сам никогда ничего такого не говорил, что я там гей-не-геев. Вообще, как-то всегда очень этим обходит, как и многие, достаточно вежливо обходит. Хотя, говорили даже, что писали, что вроде как гомофоб, но никаких подтверждений того, что Себастьян Стэн гомофоб я не нашла. Вот что интересно, что Себастьян Стэн реально вступает в новые отношения каждый год. Вот сейчас он в отношениях с Аннабель Уоллес, да, тоже посмотрите, она такая милая, вся замечательная, но она раньше встречалась, я проследила, посмотрела историю ее отношений, чтобы понять, кто у нас за девушка такая, и она сейчас с Крисом Пайном. А про Криса Пайна тоже пишет, что он закрытый гей. Ну, вот такая вот интересная связь здесь есть. Возможно, действительно, она борода для Себастьяна Стэна, и эти сплетни неправдоподобны. Но я не знаю. Следующая сплетня у нас про Сидни Суини, про красоточку. А, значит, что у нас по поводу нее? Эту актрису улечили во лжи об еще одной части своего прошлого. Ее проблема в том, что она не может изложить ни одну из своих выдуманных историй, правдоподобно. Речь идет вот о чем. Во время пресс-тура Сидни Суини подробно рассказала о скромном начале своей карьеры, включая подробности своей прежней работы. Якобы она присматривала за детьми, мыла туалеты в ресторанах и проводила экскурсии в Universal Studios, чтобы помогать семье оплачивать счета. Я видела, как мои родители многое потеряли. Мы подали заявление о банкротстве. Мы не могли позволить себе жизнь в Лос-Анджелесе. Мы не могли себе позволить жизнь нигде. Это было тяжело, потому что они поддерживали мою мечту. Я не могла себе представить, чтобы заниматься чем-то другим. Я не хотела их подводить. Но поклонники отреагировали на заявление Сидни неоднозначно. Сидни Суини, возможно, сказала наглую ложь, на вчерашнем шоу с Джейми Феллоном. Голливудский репортер расследовал эту ситуацию и выяснил, что на самом деле звезда эйфории действительно работала в Universal Studios, но всего лишь месяц. Согласно сообщению, Суини была принята на работу 12 июня 2016 года и ушла 18 июля 2016 года, получив актерскую работу. Настоящая выдумка здесь, похоже, заключается в том, ради какой роли она покинула Universal. Она сообщила, что это было ради сериала «Острый предмет», но этот сериал снимался летом 2017 года, так что не похоже, что именно для этой роли она ушла с работы. Мне стало интересно, почему в Блайнде упоминается, что это как будто бы не первый раз, когда Сидни попалась на лжи. И оказалось, что это правда так. На шоу с Джимми Феллоном в декабре Сидни Суини подарила ведущему мяч, подписанный баскетбольной командой «Бульдоги Гонзага». Феллон, являясь большим фанатом команды, спросил, а как вообще этот мяч ты этот получила, как бы как он к себе попал. На что она сказала, что это произошло после того, как несколько членов команды якобы написали ей в Инстаграме и сами просто предложили ей этот мяч. Больше она ничего не объяснила. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что только два члена этой команды подписаны на Сидни Суини в Инстаграме. Но выяснилось, что они ничего ей не писали. Рик Кларк является основателем и исполнительным директором организации Giving Back Spokane. Его лучший друг Джон Койн, младший лицензированный подрядчик, владеющий собственной строительной компанией. Компания Джон Койн в настоящее время помогает реконструировать дом матери Суини. Вот что Кларк написал в фейсбуке. Итак, забавная история. На прошлой неделе мой приятель Джонни Койн позвонил мне и сказал, нам нужно получить баскетбольный мяч, подписанный всей командой Гонзага. Я подумал, ну удачи с этим. Далее он рассказал мне о доме, который он помогает реконструировать и который принадлежит матери Сидни Суини. Сидни Суини известная актриса из Покана. Ее мама Лиза хотела подарить мяч Джимми Феллону, когда они собирались присутствовать на его шоу на этой неделе. Я позвонил Бену Грегу и он сказал, что он воплотит это в жизнь. Джонни и я провели весь день на прошлой неделе доставая мяч, отдавая его Бену, ожидая, умоляясь, а затем забрали мяч в 10 вечера накануне отлета Сидни и ее мамы. Таким образом, похоже, что Суини получила мяч, который на Делла Феллону через Кларка, с которым связался Кой, который ремонтирует дом матери Суини. То есть ей никто этот мяч не предлагал. И вообще у меня есть предположение, почему Сидни лжет и приукрашивает так часто. Уже вы, наверное, слышали, да, что Сидни с Суини пытается избавиться от образа девушки, которую любят только за ее внешность, которая вынуждена в то время быть в сексуальных сценах. И мне кажется, здесь у Сидни такой немножечко синдром самозванки работает, потому что до эйфории про нее было не очень много слышно. Кто вообще знал про Сидни до эйфории, поднимите руку. А поскольку у нее в эйфории была несколько сексуализированная роль, и все стали после этого там, ой, Сидни, какие титечки, какие сисечки, вот это все говорите, и, соответственно, ей стало это, наверное, неприятно. И в глубине души она себя могла почувствовать в этот момент самозванкой, то есть, что она не на своем месте, что она действительно только актриса одной роли, хотя там прекрасно она отыграла эту роль. И я думаю, что вот эта ложь, которую она говорит, немножко помогает ей чувствовать себя на своем месте. То есть она говорит, что да, я работала там, помогала родителям в Universal Studios, да я там вот, и она этим самым пытается почувствовать, что я заслуживаю то, где я нахожусь. Я не просто актрисулька одной роли. Трудилась, я оботрачила, блин, на это. Да вот мне эти баскетболисты сами мяч предложили, да вот. Хотя тяжело ведь этот мяч достать. Мне кажется, вот эта вот история в ней очень превалирует. Она, потому что она может смотреть на такую, как Зиндея, и думает, блин, вот ее воспринимают как серьезную актрису, она меня любит только за мои сиськи. Вот. И ее это очень, может быть, обижает, задевает. И когда она приукрашивает, она больше чувствует значимость свою в этот момент. Вот. Как вы думаете? Может быть, у вас какое-то другое мнение на этот счет? У нас с вами последняя сплетня, тоже очень вкусная и интересная. Это Джордж Клуни и Ранде Гербер, любовнички старые. Когда его любовника из списка А+, нет рядом, эта женатая знаменитость импровизирует. Он провел пару часов с французским официантом, который зарабатывает гораздо больше денег, встречаясь с закрытыми богатыми мужчинами знаменитостями, чем на чаевых. Соответственно, женатая знаменитость это Джордж Клуни, его любовник из списка А+, это муж Синни Кроуфорд, Ранде Гербер. Кто забыл, кто такой Джордж Клуни? Я скидываю пыль с его личности и напоминаю вам, кто такой Джордж Клуни. Джордж Клуни американский режиссер и актер списка А, кстати, прославившийся в 1994 году после роли в сериале «Скорая помощь». У него несколько Оскаров на минуточку, несколько золотых глобусов и десятки других наград. Его называют одним из самых влиятельных людей Голливуда, а с ним дружит сильный мир из его. Также он окружен многими другими людьми, кстати, связанными с сексуальными скандалами и преступностью. Например, в числе его друзей долгие годы был никто иной, как Кевин Спейси. Про Джорджа Клуни сплетняя про то, что он с Ранде Гербером в отношении состоит, пожалуй, самое безобидное из тех сплетен, которые есть о нем. Давайте я освежу вам память про историю, которую я уже рассказывала, потом закрыла этот ролик. Соответственно, это по поводу убийства, ну не им, но как может быть Джордж Клуни связан с убийством. Джордж Клуни и актриса Ванесса Маркес играли вместе в сериале «Скорая помощь». Позже она была убита полицейскими, которые проводили проверку ее социального положения. Перед этим Маркес обвиняла Джорджа Клуни в том, что он сыграл роль в занесении ее в черный список. Ее выгнали из сериала, а новые контракты с ней не заключали. Она считала, что Клуни начал мешать ее карьере, когда она высказалась о домогательствах к ней и другим актрисам на съемках сериала, а также разоблачила его как гея и саентолога. Вот ее сообщение на фейсбуке. Джордж Гей из саентологии мешает ему жить нормальной честной жизнью, и все это знают. В то время Клуни отрицал обвинение. Я не имел никакого отношения к ее неудачным кастингам. Я был актером, и только актером. Если ей сказали, что я принимал участие в принятии какого-либо решения, касающегося ее карьеры, значит, ей солгали. Я не мог повлиять на ее карьеру. Более того, я никогда не стал бы этого делать. В 2018 году полицейские появились в доме Ванессы Маркис. По словам официальных представителей, владелец дома позвонил в службу спасения, так как у нее были судороги, ей нужна была медицинская помощь. Полиция заявила, что они пытались поговорить с ней более 90 минут, прежде чем она перестала сотрудничать, и подняла то, что выглядело как полуавтоматический пистолет, и направила его на полицейских. Они открыли огонь, ранили ее, после чего она скончалась в больнице. В Голливуде уже который год ходят слухи о причастности Клуни к убийству Ванессы Маркис. Обстоятельства ее смерти очень странные. Вместо скорой помощи к больной женщине, чья активность, кстати, очень мешает карьере одного из влиятельнейших людей Америки, приезжают полицейские, которые убивают ее. Понимаете, полицейские убивают. Плюс у Клуни много политических связей, что не секрет, там и через жену очень много связей. В видеокастинг на диване я уже говорила о том, как Клуни эксплуатирует молодых актеров по своему усмотрению. В оригинальном посте говорилось, что Джордж Клуни проводил кастинг для своего фильма, в котором участвовали несовершеннолетние, в том числе мальчики до 16 лет. Давайте про его любовника Ранде Гербера тоже поподробнее поговорим, что за тип. Значит, Ранде Гербер это крупный бизнесмен из семьи русских евреев. Вот, кстати, молодые фотографии у него хорошие такие, да? В прошлом модели, вот тоже доказательство, близкий друг Джорджа Клуни. Вся его деятельность связана с производством алкоголя, виски и текила, и, как ни странно, с Джорджем Клуни. В 13-м году Клуни и Гербер открыли совместный бизнес по производству текилы и снялись, вот посмотрите, в пикантной рекламе, где они, кажется, в одной постели. Называлась реклама. Это может случиться, пожалуйста, пейте ответственно. Эта реклама была и таким ответом на слухи об отношениях Клуни и Гербер. Мы с Джорджем познакомились, наверное, больше 20 лет назад. Он снимался в фильме в Нью-Йорке. В то время я владел баром, и он заходил, и мы просто подружились. Мы выпили по паре бокалов, по паре текил. На самом деле мы познакомились за текилой. Но на самом деле, вообще-то, у них общий бизнес, общая недвижимость, общий отдых. Меняются у них только жены, а вот их крепкая дружба остается неизменной. Что наталкивает меня на мысль, что сплетни не настолько сплетни. Об их романе говорят дальние и ближние источники. Если приводить примеры сплетен, вообще-то не хватит и сотни постов. Например, есть множество свидетельств о том, что отношения Гербер с Синди Кроуфорд – это лавандовый брак. И Гербер нужны были только красивые дети от известной красавицы. Также Гербер, как и Клуни, с его кастингами на диванах несколько раз обвиняли в связях с юными парнями. А вот как на американских форумах отзываются о Клуни. Я хочу это прочитать, что это очень смешно. Ну блин, где мы, да, они-то все-таки лучше понимают, что происходит. Джордж – надоедливый, фальшивый, пожилой гомосексуал с маргинальным талантом. Кроуфорд была замужем за Ричардом Гиром. Я думаю, что они все бессексуалы. Слухи о том, что Синни не нравятся женщины, ходят уже много лет. Интересно, почему они пустили в ход эту шутку о том, что Синди так устала, что по ошибке легла в постель к Джорджу. Вы когда-нибудь замечали, что старый Джордж редко смотрит кому-нибудь в глаза, особенно во время интервью? Он смотрит то вверх, то вниз, то в сторону. Это главный признак того, что то, что говорится, полная чушь. Потому что человеку есть что скрывать. Второе имя Джорджа должно быть «балшитер». Пиздобол, если по-русски. Вот еще интересно про его любовника, другого тоже, которого уже, кстати, подтвердилось, действительно, журналисты подтвердили, что у Джорджа Клуни там любовничек был. Редактор Enquirer Стив Герц рассказал, что Джордж Клуни некоторое время встречался со своим парикмахером. Герц объяснил, что наводка поступила от довольно надежного источника и дал задание журналисту Дону Женцилю проверить информацию. Вот что сам Дон пишет об этом. Я поехал из штаб-квартиры журнала в Лонтане, штат Флорида, по шоссе 95, к вечно оживленному Сауд-Бич и очень шикарному отелю Делана, где проживал Клуни. Он был в городе на съемках сцен для фильма 98-го года, вне поля зрения с Дженнифер Лопес в главной роли. Слухи о геях всегда окружали Клуни. Я думал, что они довольно нелепы. Информатор сказал, что Клуни остановился в одном из дорогих двухуровневых бунгало у бассейна. Посыльный – это всегда кладезь информации. Парень, который показал мне мой двухуровневый номер, показался мне дружелюбным. Я сказал, что слышал, что в отеле останавливалось много знаменитостей. Были ли они здесь сейчас? Дон выяснил, где находится номер Клуни и стал расспрашивать работников отеля. Коридорный сообщил ему, что Клуни остановился у другого парня. У моделей, постоянно отдыхающих в отеле, он выяснил, кем был парень, живший вместе с Клуни. Его фамилия была Вальдо, и он на самом деле был парикмахером Клуни. Также девушки заверяли, что хотя они спали вместе в одном номере, они спали и с их подругами в том числе. И вот еще, что я откопала про Джорджа Клуни, еще один его, скорее всего, любовник – Ноа Вайл. Есть статья о Джорджии Ноа Вайле, которые вместе отправились в отпуск по Европе в первые дни съемок скорой помощи. Папарацци засняли их, и его пиарщику пришлось выступить с заявлением, в котором утверждалось, что Эрик Лассаль тоже был там, и что это был просто приятельский отпуск. Хотя не было никаких фотографий или доказательств присутствия Эрика. Также известно, что Джордж оплачивал Ною жилье и давал ему машину до тех пор, пока не начали поступать деньги сериала «Скорая помощь». Также были фотографии Джорджа и Ноа, выходящих из клуба в первые годы съемок скорой помощи. Большинство из них были вычешены, но некоторые все еще можно найти. История о Джорджии в отеле «Карлайл» в Нью-Йорке также хорошо известна. Это пишет Вот Инсайдер. Несколько лет назад у меня были коллеги, которые были свидетелями его встреч с мужчинами. Его пиарщики, которые публикуют гневные доводы от его имени, приносят ему больше придачам пользы. Они только вынуждают СМИ публиковать еще больше информации. Если они просто перестанут агрессивно отрицать, разговор быстро утихнет. Ну все, девочки, выяснили. От сердца отлигло Джордж, что у нее встречается с парикмахером. Что касается его лавандового брака с Амалей Ламудзин, вот на самом деле здесь не все так радужно, потому что она очень влиятельная. Она влиятельная, у нее очень влиятельная семья, и я думаю, что это брак, больше заинтересованный на политических каких-то моментах. Возможно, он хочет баллотироваться на пост президента. Амаль — это младший адвокат, но она регулярно работает в органах ООН и поддерживает контакты со многими важными политическими деятелями. Джордж, кстати, считает себя проницательным в международных делах. В этом отношении Амаль вносит в игру свою лепту. У них очень хороший лавандовый брак. Оба, вероятно, сегодня гетеро и нуждаются в супруге, поддерживающем ориентацию. И вот еще интересный момент, который я нашла. Все фотографии Амаль, да ее сотрудничество с Клуни, были удалены из интернета вместе с информацией о ее политических взглядах и убеждениях. Это включает в себя ее страницы в социальных сетях и в Фейсбуке. Что довольно странно. Вот еще интересный комментарий про Джорджа Клуни на форуме. Клуни уже два десятилетия позиционирует себя как гетеросексуальный секс-символ. На самом деле, его фильмы не пользуются успехом у публики, и это все знают. Статус секс-символа – это единственное, что удержало его карьеру на плаву благодаря влюбленным фанаткам. Клуни проявляет больше привязанности к своим друзьям-мужчинам, чем к женщинам. Я помню фильм «Несколько лет назад», где был заметен тот факт, что он больше флиртовал с Джоном Красински, чем с Рене Дельвегер, которая была его пассией в фильме. Я думаю, что Клуни был обычным геем, но из-за политики и саентологии поехала кукушка и теперь превратился в своего рода эгоистичного человека, страдающего манией величия, который думает, что он на земле для того, чтобы руководить массами и чтобы ему поклонялись. Я думаю, что такие люди, как он, почти становятся сексуальными, поскольку они полны любви только к себе. Другой пример такого человека – посмотрите на Тома Круза. На самом деле, я полностью согласна по поводу Тома Круза. Вот у Джорджа Клуни и Тома Круза одинаковый вайб, только как будто бы Джордж Клуни как-то научился больше это скрывать, что ли. А у Тома Круза, он еще токсичный, Тома Круза, и он не может это вот скрыть, ему сложно это скрыть. И когда появляется какая-то ситуация, которая вводит его из себя, вот настоящий Том Круз проявляется. Кстати, по поводу Тома, он же сейчас якобы встречается с дочерью российского дипломата, Эльсиной Хайровой, и я нашла сплетню о том, что... Ну, хотя я могла бы в другом ролике это разобрать, но была. И я нашла сплетню, что это для того, чтобы... Это, короче, как-то семья Эльсина помогает финансировать фильмы Тома Круза. Как? Не знаю. Ну, короче, вот такие вот у них отношения. Пишите, пожалуйста, обязательно пишите, как вам такой формат таких роликов, хотите ли вы продолжение этой рубрики. Это очень важно, я бы хотела на постоянной основе эту рубрику снимать, но при очень большом условии, только если вам это зайдет. Ладно, с вами была Даркин, увидимся в следующей неделе. Всем пока. Еще у Джорджа Клуни был любовник парикмахера. Еще у Джорджа Клуни был любовник парикмахера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...